В выступлении представляется Асхабу Магомедовичу Асхабу, председателю КОМИ научного центра российского городского отделения российской академии наук. Добрый вечер, дорогие коллеги, читатели, миграторы. Я хочу вам представить КОМИ научный центр. Это один из старейших наших региональных научных центров, который, как, к сожалению, КОМИ говорил, что во днях будет отмечать свое 70-летие. Буквально это будет через пару дней. Но академические исследования на нашей территории начались гораздо раньше. Хочу сказать, что историческое значение имел 1933 год, когда в республике была направлена полярная комиссия, Печорская облигата, которую возглавлял президент Академии наук Анатолий Петрович Карпинский. Результатом работы этой комиссии впервые был поставлен вопрос о создании академических научных подтверждений КОМИ АССР. Но итогом работы все же стало, что были созданы два крупных исследовательских центра на Кольском полуострове в Кировке и в северной базе Академии наук Анатолий Петрович. В начале войны оба этих базы были эвакуированы из Певкар и дали начало академической науке в Кировке и Северной Петрович. В 1944 году, когда начался процесс эвакуации академических подтверждений, КОМИ АКОМ ВКПБ и Совет Министров КОМИ АССР податайствовали обоставление их в КОМИ. И в результате в Северной Петрович была создана база Академии наук КОМИ АССР. А Архангельск, к сожалению, остался без науки на долгие годы. Но тут уже говорили, что благодарные потомки этих людей в свою очередь через полвека приняли активное участие в отрождении науки в Архангельске. Тут создавались филиалы наших институтов, лабораторий, на базе которых формировались институты. И тут все концом вот это сформировалось Архангельский наушный центр. Да, я должен что-то показывать. Так вот, это вот бригада под руководством Карпинского. Архангельский, извините, пожалуйста, но у нас дискуссия, это еще 5 минут. Но может быть, ну, учитывая, что центр все-таки, да, может быть, все... Ну, я считаю, на 10 минут, как и было у вас написано. Хорошо, конечно. С первого дня создания перед академической науки стояла задача научного обеспечения и развития народно-хозяйственного комплекса Республики. В 49-м году база Академии наук была преобразована в хобби филиал Академии наук. Особенность Коми-научного центра заключается в том, что он развивался как единое комплексное научное утверждение. Все институты создавались на базе существующих отделов, кроме института физиологии, который выделился из института биологии. В настоящее время Коми-научный центр объединяет 6 самостоятельных институтов и 3 научных отделов. В составе центра сохраняют общие для всех научно-вспомогательные производственные подразделения, научные библиотеки, издательства, амбулатории, детский сад, служебное жилье и прочая социальная инфраструктура. Сохранен единый земельно-имущественный комплекс. Институты центра расположены в центре города в нескольких километрах. От города построен специализированный комплекс для радиологических исследований, кроме того, на территории суббики функционируют для научных стационаров и станций. Развитие науки, в коеме, прочно связано с именами видных исследователей севера Чернова, Варсонохевой, Рахицкого, Вавилова, Забоевой, Витязевой. Современному славу Коми-научному центру привезли 3 научные школы, получившиеся мирное признание. Это Минералогическая школа Академика Итлапова-Алтей-Юшкина, Школа по экологической физиологии Академика Рассевского, Школа по биоорганической химии и иммунохимии Академика Юрия Семеновича. Коми-научный центр – это северный научный центр, поэтому северо-аптическая тематика была приоритетной на всех этапах развития. Институт геологии сыграл определяющую роль в изучении геологического строения и истории развития Северо-Востока, Европейской части России, Севера, Урала, включая острова, Вайгат и Новая Земля. Существенные результаты получены в области геотектоники, стратеграфии, гетологии, минералогии, геофимии и фетрографии, изучении условий образования и закономерности размещения важнейших нефтегазоносных комплексов, углеводных формаций, что обеспечило надежную геологическую основу для планирования и проведения поисково-разведочных работ на весь комплекс, полезных ископаемых на этой обширной территории. Сотрудниками института научно обоснованного открытия важнейших промышленных престорождений Печорского угольного постеления и нефтегазоносных престорождений отработана стратегия их освоения. Институт биологии является крупнейшим на Европейском Северо-Востоке центром эколого-биологических исследований. Фундаментальные и преподные разработки института направлены на выявление закономерности и структурно-функциональной организации динамики тавежных, тундровых и горных экосистем на создание экологически ориентированной концепции природопользования на Севере. Признание известность получили работы института по биологическому разнообразию растительного селья, животного мира. Работы института биологии связаны с выполнением ряда научно-технических программ позволили дать оценку состояния и степень уязвимости наземных и водных экосистем и научно обосновать их трансформацию подъединенных тропогенных генетических факторов на Европейском Северо-Востоке России, в том числе в районах топочей транспортировки природных ресурсов. За исследование по восстановлению нарушенных загрязненных углеводородными тундровых и северо-тайонных территорий коллектив автора института награжден премией правительства Российской Федерации в 2009 году. Другая премия правительства Российской Федерации была получена радиобиологом института на обеспечение радиоэкологической безопасности. Но тут я могу напомнить, что радиобиологи института биологии были среди первых, кто начали изучение Чернобыльской зоны после аварии. Широкий комплекс экологно-физиологических исследований человека на севере проводится институтом физиологии. Разрабатываются научные основы повышения качества жизни населения автических территорий. В частности, проводится изучение факторов риска развития наиболее социально значимых заболеваний в условиях севера. Предлагаются меры по повышению физической работоспособности в условиях низких температур. В аппаратуре сравнительной кардиологии на основе моментальных исследований разрабатываются новые технологии кардиологической помощи ранней радиогнозы активных жителей севера. Институт социально-экономических и энергетических проблем севера является российским лидером в региональных экономических исследованиях северных территорий. В институте разрабатываются фундаментальные основы научного североведения. Север рассматривается как объект междисциплинарных исследований. Институт выступает в качестве высококвалифицированного экспертного центра по проблемам развития российского Севера, законодательного обеспечения и реализации демографической политики на Севере, а также по важнейшим направлениям развития экономики Республики Коми и смежных субъектов Российской Федерации. В области энергетических исследований ведущие позиции института связаны с решением теоретических и преподавных проблем надежности электроэнергетических систем, в том числе в условиях Севера. Институт языка, литературе и истории является одним из признанных центров гуманитарного североведения, ведущим исследовательским учреждением Европейского Севера России и Северного Преураля в области исторических и экологических наук. В настоящее время институт занимает лидирующие позиции по нескольким гуманитарным направлениям, связанным с арктической тематикой. Ученые институты занимают изучение проблем политической и социально-экономической истории, исторической демографии, традиционной и современной культуры народов, кроме других народов Европейского Севера. Особое значение придается изучению истории закрепления северной арктической территории за российским государством. Важнейшим результатом археологических исследований стало выявление гипотезы о возможном кратковременном предупреждении на Северо-Востоке и Европе 20-29 тысяч лет назад популяции позднейших минеральцев. Институт химии разрабатывал химические основы и технологии получения керамических, обладательных материалов для использования в северных условиях на основе минерального сырья. В целом института Коми-Научного Центра выполняется огромное количество проектов программ по северо-автической тематике, часть которых выполняется в рамках международного хозяйства. Таким образом, 70-летний опыт Коми-Научного Центра показывает, что он достойно выполняет свою миссию развития академической науки на Севере и решает фундаментальные народно-хозяйственные проблемы регионального развития. Отличительная особенность Коми-Научного Центра заключает в том, что институт аграрически дополняет друг друга, что позволяет проводить комплексные и нефинанские исследования, включая природную ресурсную, социально-экономическую и историко-культурную тематику. В дальнейшем развитии Коми-Научного Центра мы связываем модернизацию общего научного потенциала в рамках интеграционных проектов и усилением арктического вектора в наших исследованиях. Мы всегда готовы к взаимодействию, к окружению и координации в рамках северной тематики со всеми северными научными центрами. И такой опыт разгрузничества у нас еще в советских времен имелся и имеется. Спасибо. Уважаемый Николай Павлович, Игорь Анатольевич, Алексей Михайлович, Владимир Ильич, уважаемые коллеги. Я буду говорить об опыте реализации системного подхода к лучшему сопровождению государственных программ освоения Западной Арктики. Как вы знаете, вся Уважаемая область расположена в арктической зоне. У нас находится единственный незамерзающий порт. И Кольский научный центр, вернее, база ТИЭТа, Николай Павлович хорошо это знает, была первым региональным подразделением Российской академии наук в Советских Союзах. Ну и постепенно до расставок до Кольского научного центра. Создателем и первым руководителем ее был Академия Фердспорт. Выдавившийся ученый, почему-то незаслуженно редко вспоминаемый. Он великий человек, великий ученый и великий государственник. Российский подход к формированию в Западной Арктике и индустриальной цивилизации в 20 веке характеризовался планомерным строительством центров роста становительной научной, культурно-образовательной и социальной инфраструктуры. Пионерным звеном встановлении новой жизненной среды стал в 30-е годы Кольская база Академии наук и выросший из нее Кольский научный центр. В течение всех этих лет в Кольском центре последовательно развивалась ноосферная концепция Вернадского, применительных условий природопользования и жизнеобеспечения в Академии. Так, вот и вы производите на слайда, и я буду говорить точно на слайда. Выстраивание артического сегмента на ионосферы Земли можно представить как фундаментальную проблему бесконфликтного встраивания геопространства, природных экосистем предельно возможного числа антропогенных подсистем техносферы. Но без конфликта это сделать нельзя, ну, минимизировать конфликты, по крайней мере. Очевидно, что для решения такой задачи требуется мультидисциплинарный подход. Его, по задумству, в Кольском центре Академии наук были обеспечены региональные научные центры Академии наук, когда они называли филиалы. К началу 90-х годов наметился сдвиг мировоззрения от покорения природы к жизни в родовесе с ней. Во многом этому способствовал успешный опыт экологизации самой индустриально развитой арктистской территории в мире, в Мурманской области, которая региональная стратегия развития 1991 года строилась на пяти ноосферных принципах, сформулировав Кольским научным центром. Если можно, следующий. Можете прочитать, посмотрите, пожалуйста. Я не буду из-за экономии времени его засчитывать. Прошло еще десяток лет, и на сферной констатайке природопользования получил мировое признание. Как почерпнул президент России Владимир Путин на одном из первых саммитов АТАС, именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития. В 1992 году на Генеральной Ассамблее ООН в Ирганасбурге российская делегация внесла предложение принять на свету концепцию Земли. Но всем, конечно, ясно, что на одних принципах экономику не поднимешь. Нужны еще и прорывные технологии, и, как об этом говорил Николай Павлович, и современные методы управления, адаптированные к конкретному основе Арктики. Именно на эту сторону дело сфокусировал свою активность Кольский центр на этапе рыночных реформ с первого попытки перевода традиционной сырьевой экономики северных территорий на инновационные рельсы. За 20 лет выпущено более 500 монографий, много публикаций, докладов, и запатентовано 3045 открытий. В 2005 году, когда мы отмечали 75-летие, а мы будем через год отмечать 85-летие, все эти результаты были обобщены в двух капитальных сводках, изданных не только на бумаге, но и на электронных носителях. В 2013 году основы политики были конкретизированы в двух программных документах. Это стратегия развития, подписанная президентом, и план реализации стратегии, подписанная премьер-министром. Ночное сообщество получило ясные ориентиры к государственному целополаганию. 17 из 6 приоритетных заданий плана Российская академия наукопозначена в числе ответственных исполнителей. Президент Кольского центра проанализировал программу НИР-центра и отобрал 10 направлений, по которым институты могут дать максимальный вклад в реализацию приоритетных заданий плана. По этим 10 направлениям, планами НИР-2014-2017 год включили 49 проблемно-ориентированных проектов, что создало более 75% базовой бюджетной тематики центра. Рационарность такого подхода к планированию научно-сопровождения артистской программы затребовала информация о выполнении заданий по плану реализации стратегии для доклада правительства. Когда мы эту работу провели, выяснилось, что результаты работ Кольского центра закрывают не только 17 заданий в развитии Академии НИР, но вносит в существенный вклад еще в 6 неакадемийских заданий по 5 разделам плана. В 83 года в своей истории Кольский научный центр действовал как комплексная многокрофильная научная организация и добивался при этом максимальным взаимодействием с органами управления регионов и широкой международной кооперации. В последние годы институты действуют самостоятельно, без прежней единой конституционной программы и влияние академической института на развитие региона несколько ослабилось. Учитывая это, сессия общего собрания ученых и президента Центра, подавляющая большинство голосов, одобрила научную политику, ведущую к возназначению регионального центра в формате и единая крупная научная организация, равноднащая потенциалу фенерального университета. Этот подход полностью разделяет губернатор нашей области, недавно избранный на новый срок, правительство, совесть промышленных и предпринимателей и наша общественная палата. Я думаю, что если мы к этому формату перейдем, то это будет шаг вперед по улучшению координации и управления работ, проводимых в рамках Кольского научного центра, в том числе с учетом тех планов, которые выставил губернатор области Архангельской, и бухгернатор области Архангельской. Спасибо за внимание. Спасибо. Хотел бы узнать, а вот от Якутского научного центра кто-то у нас готов, да? От Сибирского отделения. От Сибирского отделения? А пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый президент, уважаемые коллеги. Я представлюсь. Да, это Кленко Николай Петрович, я заместитель председателя Сибирского отделения, директор Института геологии и минералогии Сибирского отделения. Похоже, от Сибирского отделения здесь я один, хотя нет, еще раз, это Института гидродинамики есть, да. Я хотел бы сказать, что Сибирское отделение, это четверть Российской академии наук, 82 тех той академии, Российской академии наукинститута, и 27 из них так или иначе принимают в работах, связанных с Арктикой. Естественно, это геологические институты, полностью Якутский научный центр, ну, такие институты, начиная, как Институт малочисленных народов Севера, до Института гидродинской физики, промышленные ускорители, которые позволяют получать материалы с качественными технологическими характеристиками, вот, приемлемые для тех сложных климатических условий. Я не буду говорить о истории создания Сибирского отделения и о том, что делают эти 27 институтов. Я хочу остановиться вот на реальных сегодняшнего времени, на экономике и геополитической ситуации. Понимаете, технологии, разработки, в принципе, можно купить, если есть за что. А вот территории и ресурсы не купишь. Территории мы знаем каких, правда, не совсем уж определились с границами этих территорий. Но вот что там лежит, к сожалению, мы маловато знаем. И здесь вот эти заявки о том, что Россия в свое время нахватала очень много территорий, имею в виду Сибирь, и фактически ничего не делает до освоения этих территорий. И неплохо бы было отдать эти территории, передать территорию мировому сообществу, которое приложит к ним руки. Ну, эти заявления, начиная с Олбрэйт, госсекретарь, что это Хиллари Клинтон повторяла. И вот эти вот события совсем недавно, это за все передел вот этих вот территорий и их ресурсов. Все это на это направлено. Разделить, прибрать к рукам, а потом... Вот, поэтому, значит, надо знать, что там лежит, как, сколько чего, как это освоить. И эти проблемы очень серьезны в связи с тем, что вот технологии шестого технологического уклада, современной технологии, программу вот этого вот развития промышленности и повышения конкурентоспособности, ее принятую президентом, утвержденную президентом страны в декабре 2012 года, она включает 27 критических технологий, 14 из которых, в принципе, немыслимые, без широчайшего использования редких и редкоземельных металлов. Все современные такие серьезные изделия, включая, ну, скажем, ну, например, современный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, взлетный вес примерно 30 тонн, полторы тонны там редких и редкоземельных металлов вот в этом изделии, в одном только. Вот. И я хочу вот представить вам три направления. Вот красным выделены те стратегически важные минеральные среди, в виде минерального средя, о которых я буду говорить. Территория — это от полярного круга, вот это север Сибирской платформы, арктистские территории Сибирской платформы. Алмазы. Ни для кого не секрет, что большая часть, а конкретно 80% ресурсов алмазов, находится в Сибири, в Якутии. И проблемы с ресурсной базой Алроса достаточно серьезные, потому что полтора миллиарда карат, которые у меня остались в оставшихся запасов, это в основном глубокие горизонты старых месторождений, каких-то трубка МИР, уже подземная отработка идет, в три раза меньше руды добывается, чем открытым способом, в год, и телеслоимость в три с половиной раза дороже, чем открытым способом. Удачная переводится, она дорабатывает, вот последний сезон будет открытым способом, тоже переводится на подземку. Ну и все остальные, заключением пока двух трубок, это Нюрбинская и Юбилейная. Значит, проблемы с этим достаточно большие. Институтом, нашим институтом, в рамках государственных контрактов с Роснедро и Министерством природных ресурсов, была проведена оценка перспектив выявления новых, видно, вот здесь вот, черные выделенные кружки, и вот здесь вот тоже, это новая территория, где, в принципе, можно найти новые, есть все признаки, новые алмазоносные кимберлиты. Для двух, всего двух из них, были опробированы прогнозные ресурсы, 243 миллиона карат, вот, только для двух. Но уже позже были получены данные для Арктистка, реально Арктистка, самого северно-акрайно-сибирской платформы якутской этой кимберлитовой провинции, которая не считалась перспективной, потому что это беретийский терейн, так называемый, считался палеопротерозурским по возрасту стабилизации. Это, значит, не перспективный для таких промышленных месторождений алмазом. Есть такое правило Клиффорда. Мы засомневались в этом, потому что получили такие результаты, которые с этим не бились, и повторили эту работу уже с участием наших австралийских коллег, и доказали, что это все не так. Он является архейским, мы получили возраста архейские, и достаточно много циргонов нам дали эти возраста. Это по-новому меняет перспективы, и вот здесь, в этом районе мы планируем найти новые, очень богатые кимберлитовые трубки, потому что и с востока, и с севера алмазы Набара, такая компания есть, добывает алмазы очень хорошего качества, примерно 200 долларов за карат, эти алмазы, на 750 миллионов долларов каждый год. Они не с него упали, там есть их коренные источники, мы показали, что они там есть, и как их найти тоже можно будет. Теперь, в программе, о которой я говорил, вот эти вот технологии, они здесь вот показаны, критические технологии, это эвагенные, это оборонная промышленность, это самые современные, вот здесь вы можете прочитать, их 14, и для них нужны редкие, редкие земельные металлы. Вот более-менее такие уже известные направления и отрасли промышленности, где они тоже нужны, вот здесь они перечислены. Теперь вот структура потребления их в мире. Вот видите, Китай, это на 2010 год, сейчас еще больше, две трети этой продукции потребляется Китая. Россия здесь очень мало представлена, она составляет первые доли процента, к сожалению. Вот эта структура потребления в России РЗМ в 90-е, 2000-е годы были прямо противоположными мировым. За это время спрос на редкие земли сократился, видите, в два раза, в части до 2-3 тысяч тонн редкосемельных окислов. Вот, да, 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 сейчас. Но уже к 20-му году потребление вот этих редкосемельных металлов в России составит уже 15, примерно 15 тысяч тонн, согласно этой программе. И стоят они будут примерно 4,5 миллиарда долларов. Где их взять? Вот здесь звездочка, здесь обозначено Томтовское месторождение. Что это такое? Вот здесь карта его показана. Ресурсы этого месторождения, они колоссальны. Это месторождение такое уникальное в планетарном масштабе, потому что оно по запасам редких земель, оно в полтора раза превышает и превышает месторождение воюнь обувь в Китае. И по запасам необия тоже очень нужно для скоростного транспорта, для конструкционных сталей, для автомобильных, для аэриационных промышленностей. Тоже превышает. Это 73 миллиона тонн. Ниоби 2,5 это гораздо больше, чем месторождение Аршав в Бразилии. Вот. Ну, содержание в балансовых рудах, вот, Ниоби 67, ой, Ниоби 67 килограмм на тонну, очень нужного тяжелых лантаноидов и триовой группы, 6 килограмм на тонну, скандия, очень дорогого и нужного для авиационной, ракетной промышленности, полкилограмма на тонну, и редких земель, обратите на это, 95 килограммов на тонну. Вот. Потребности России, вот только одного участка буранной, который составляет одну десятую, могут объяснить потребности России на сотни лет. Вот. Ну, это вот, есть уже разработанные варианты переработки этих груд. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. И еще последнее, вот это, сейчас, секундочку, еще есть этот самый попегайский кратер, вот, в котором содержится алмаз-лансдолитовое сырье. Оно превышает абразивную способность этого самого сырья в два-два с половиной раза лучше, чем у алмазных, обычных технических алмазов. вот. И вот режу себе это...